Правду долго скрывали телеведущая Лазарева о разводе с Шацом. Российская телеведущая Татьяна Лазарева раскрыла, что после развода они с бывшим мужем, комиком и ведущим Михаилом Шацом не общаются. Об этом она рассказала проекту «Шейнкин 40». Ролик вышел на YouTube. Лазареву призналась, что они с Шацом так и не поговорили искренне об их разрыве. «Мы вообще не общаемся, не очень хорошо расстались», — добавила она. Телеведущая также заявила, что в прошлом они с мужем были настоящими друзьями и самыми близкими людьми друг для друга. Ранее сообщалось, что Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании, в рамках которого ее заочно арестовали и объявили в международный розыск. Татьяна Лазарева объявила об официальном разводе с Михаилом Шацом в январе. До этого телеведущие уже длительное время не состояли в отношениях и жили раздельно. Экс-телеведущий Михаил Шац последние два с половиной года живет в Израиле и гастролирует со своими стендап-концертами, в которых рассказывает о трудностях эмиграции и об отношениях с бывшей женой Татьяной Лазаревой. О разводе Лазаревой и Шацо стало известно в январе 2024 года, когда Татьяна рассказала об этом в своем запредграмме. Эта новость почти никого не удивила. Телеведущих разводили, в кавычках, в прессе уже несколько лет с тех пор, как Татьяна рассказала, что живет с мужем раздельно. А вот то, что одной из причин развода стала измена Михаила, выяснилось только тогда, когда он включил эту историю в один из своих стендап-концертов. В недавнем интервью Михаил признался, что ему было очень страшно включать эту историю в свое выступление, и что он не спрашивал у бывшей жены разрешения на обнародование. Это же моя история, я мог о ней умолчать. Мне не надо спрашивать Таню, она здесь как пострадавшая сторона. Я говорю о своем поступке, исповедуюсь в этот момент. Надо понимать, что это было не на пустом месте, а к тому времени мы уже пять лет жили раздельно с Таней. Об измене Михаила Татьяна узнала одним из самых классических способов из переписки. Она попросила у меня телефон, и в этом телефоне была какая-то переписка, которую Таня искала и нашла. Измена Михаила стала финалом их брака, который уже давно трещал по швам. Три раза мы обсуждали развод для этого, три раза мы обсуждали развод до этого. Я думаю, что очень большая причина была в том, что мы потеряли общие смыслы, которые нас объединяли. Общее дело, работа. Все эти идиотские вопросы, которые нам задавали журналисты, про то, как нам удается совмещать семью и работу, а вот удавалось. А когда это все пропало, уже стало не в моготу. Бывшие супруги почти не поддерживают общение, о чем Михаил очень сожалеет. Мое искреннее желание стать друзьями, людьми, которым можно обратиться друг к другу в любой момент. Сейчас, к сожалению, этого нет. Все, что касается детей, мы свободно обсуждаем, а другая часть прикрыта. Пока так. Я надеюсь на то, что что-то изменится.